Второй визит Пермского Амкара на берега Москвы-реки в ранге клуба Премьер-лиги получился печальным. Спартак неожиданно вспомнил былое и буквально раздавил дебютанта. Обратил на себя внимание выход с капитанской повязкой Митрески. Невио Скала в отсутствие травмированного Калиниченко решил сыграть с двумя ярко выраженными форвардами. Место в атаке рядом с Пьяновичем было доверено Погребнику. Тем не менее вперед хозяева поначалу шли неохотно. Опасность воротам аммиачно-карбамидной команды грозила лишь при стандартах. Похоже новом фирменном знаке Спартака. После очередного москвичи вышли вперед. Гол получился румынским. Шуава навесил, а Йенчи буквально затолкал мяч в ворота. Первая по-настоящему игровая комбинация в исполнении спартаковцев привела ко второму голу. Самедов и Пьянович разыграли короткую стеночку. И воспитанник клуба, устояв на ногах единоборств и пробил точно в угол ворот. Однако не только атакой был силен в этот день Спартак. Блистал в рамки Ковалевский, справляя многочисленные ляпы защитников. Во многом два эпизода, имевшие место в концовке первого тайма, главными героями которых были Парамонов и Ковалевский, предопределили дальнейшее течение матча. Вроде бы все нападающий делал правильно и своевременно, но вратарь стоял как скала. Похоже, именно после этих неудач Амкар окончательно рассыпался на составляющие. Во втором тайме еще бил опасно поворотом Шутов. Старался поймать свой шанс неугомонный Булыга. Все тщетно, во всех этих потугах чувствовалась обреченность. Она и стала главной причиной разгрома. В течение трех минут Спартак нокаутировал Пермяков. Разыгравшийся Самедов явился катализатором разложения крепкой гостевой команды. В этом эпизоде он начал комбинацию от своих ворот. А в напарнике, вновь как и в первом тайме, выбрал Пьяновича. Не успели гости отправиться от потрясения, как получили новую пилюлю от Самедова. Гол получился менее изящным, но благодаря Погребняку не менее трудовым. Сделав первый хет-трик в карьере, Самедов продолжал исправно трудиться, проделывая большой объем черновой работы. Химики же из Пермского края совсем перестали успевать не только за ним, но и за остальными. Реакция у игроков команды замедлилась окончательно. В результате Погребняк и Самедов оформили еще один совместный гол, поменявшийся ролями. Шестой мяч, влетевший в ворота Амкара, получился самым идиотским и обидным для пермяков. Попов и вратарь Степанов на двоих оформили его авторство, поставив восклицательный знак в этом поединке. Субтитры создавал DimaTorzok